Привет, дорогие друзья! Случилось нечто неимоверное, и поэтому я обратил свое внимание на вот это вот неимоверное событие. Петр Алексеевич Порошенко заплатил, лично заплатил, внес 19 миллионов гривен на залог для киборга-героя Марченко. Дело в том, что Петр Алексеевич Порошенко тот человек, который будет донашивать туфли, потому что ему в жабу купить новые. Ну, если он сможет переложить эту ответственность, купить ему туфли на какого-то бизнесмена, то, конечно же, он примет в дар, да? Но вообще это жлоб из жлобов, и в этом знают все, то есть на его канале этих задроченном, я не имею ввиду прямой канал, который спонсировался по нашей информации путем нагиба бизнесменов, да, бизнесом. А на личном его канале, на пятом канале, там просто копеечные зарплаты, да, и там работают сплошные задроты. Почему он внес? Как они вообще это сделали? Они провели благотворительный вечер, чтобы не платить больше, привлекли вот этих вот. Группа от Винта, это та самая группа, которая прославилась тем, что она, ну, это единственное, чем она прославилась, по сути. Она сопровождала Петра Алексеевича в его Тома Стуре, вот она есть. В общем, они устроили это все благотворительность, там пришел Петя, была там зверобойца Маруся, там всякие, собрались, в общем, лучшие люди. И Петя вдруг 19 миллионов, что такое? А до этого его каналы называли суд судилищем, судилище над боевым генералом. Залог ему насчитали немалый. Многие люди, которые были аффилированы вот со всеми вот этими вот волонтерскими движухами, там все вась-вась, они это обсуждали просто со слезинкой на глазах. Здесь не вопрос и не трагедия там одного Дмитрия Матченко. Просто мы прекрасно понимаем, что через него хотят достать кого-нибудь. Толпа жаждет крови. Толпа жаждет крови. Нет, толпа жаждет справедливости. И эта толпа, называю я ее народ, избрала новую власть для того, чтобы получить эту справедливость. По факту передачи войска некачественные бронежилеты, не было никакого факта установлено. Ну, надо голос похреплее и побольше милитаристических неологизмов употреблять, как это любит вот этот персонаж. И тогда, может быть, этим словам будет придано более достоверности. На самом деле, был факт. Был факт покупки, неодноразовой покупки некачественных бронежилетов. И ладно бы, если бы покупалась некачественная тушенка. Ну, ладно, там продрыстались и все. Бронежилет это то, из-за чего не продрыстишься. И сколько тысяч солдат ушло в мир иной благодаря этим бронежилетам, никто теперь не узнает. Вот в чем проблема. Ну, теперь немножко расскажем вообще о генерале Марченко, боевом генерале Марченко. Дело в том, что на конец 12-го года генерал Марченко был майором Марченко. И его потрясающая карьера как раз-таки пошла в гору при Порошенко. Вот интервью майора Марченко. Он на самом деле участвовал в нескольких достаточно громких операциях. Одна операция это в Крыму, ну, уход, наверное, с Крыма. Да, и в аэропорту в Донецком он был. Вот его интервью с западным журналистом. Первый раз, когда я проезжал, я не знаю, я тогда чудом, блядь, не остался там. Я ехал на Туксоне, блядь, все, у меня там компьютер, блядь. Я даже замечаю некое сходство между вот его вообще манерой речи и манерой речи там Маруси Зверобой. Согласитесь? И все, я сижу с пацаном, и если мы сейчас начнем перелазить, то, блядь, ну, это пиздец, сразу все пойму. Ну, да, понятно. Товарищ майор, дальше не продолжайте. В общем, на самом деле присутствовал он в аэропорту Донецка, и поэтому он киборг теперь. В общем, вот здесь упоминание как раз-таки про майора Дмитрия Марченко. Потом Дмитрий Марченко стал полковником. Он стал полковником, и его в 15-м году перевели, назначили на новую должность, а на очень серьезную должность, на обеспечение армии. Кто-то очікував, что в умовах тотального терору, который организован против волонтеров, против воинов, против героев, которые у нас, имена которых у нас на устах, как будто бы Марченко не при делах. Мне было интересно, в чем такая заинтересованность Порошенко? У Порошенко заинтересованности всегда очень четко направленные. Все эти имена в сердце каждого из нас, а они, и кто-то берет террор, для них, они эти имена ничего не значат. Ну, я по секрету скажу вот этому Лушпену, что для суда имена никакие не должны ничего значить. Это нормально. Это и называется правосудие. Извичайно, что они ждали, что они нас сломают. Что мы будем собираться в каких-то подвалах спевать, в суровые годы приходят. А мы спеваем от винта. И не дамо им жодного шанса. Не дамо им жодного шанса. Что ты им не даешь жодного шанса только благодаря таким, как Ребошапка, благодаря таким, как импотентская СБУ и так далее и тому подобное, которые расследуют дела людей. Вообще, непонятно, что они там вообще дальше расследуют. А тобой занималось только ГБР. Но сейчас слуги народа даже тут начали сдавать уже позиции по ГБР. Только благодаря этому не маешь жодного шанса. Я надеюсь, шансы еще есть. И мы эту морду увидим за решеткой. Ого-го, он увидел, видите, что ногти у судей на маникюренные, а не обкусанные и не с грязной каймой. Ну, что тогда о них говорить? Как будто бы Порошенко реально с утра до ночи в земле колупается где-то. У тебя не на маникюренные. Ну, лось просто. Вот, смотрите. Мы благодарим новую власть за то, что мы видим вот это, которое раздает еще вот такого рода комментарии. Бо их мета насправде не посадить Марченко. Чи навіть Порошенко. Их мета переписати историю. Переписать историю. А история уже написана. Уже есть мифы. И эти мифы должны укорениться. Вы что? Против киборга пошли. Против героя Марченко. Марченко начал переживать еще до своего ареста. Переживать начал серьезно. И он начал рассказывать о том, что, по сути, сейчас даже вот лишили возможности теперь снабжать армию. Я хочу дополнить. Я не те, что не могу купить. Я не могу принять уже готовую продукцию на склады. Потому что у нас были выключены оригиналы документов. Не может принять готовую продукцию на склады армия голая, босая, раздетая. Завдяки работе моих территориальных центров контроля якости, минулого року было недопущено до потрапления на склады неякесной продукции на больше, чем на 220 миллионов гривен. А интересно, вот некачественное было недопущено на 200 миллионов. А сколько было допущено некачественное на 700 миллионов, если мне не изменяет память? И Марченко рассказывает, что там дальше. А пока ли все случится, потому что, если так и все будет продолжаться, то мы же не сможем тогда вообще в армию поставлять. В армию поставлять что? Я сейчас вам объясню. Ну, далее будет парализована полностью работа моего головного управления. Если сейчас мы только не можем принять продукцию, то в дальнейшем мы не сможем проводить торги. Итак, была ли закупка бронежилетов? Да, была. Имеется в виду вот эти вот закупки. Индивидуальное обмандирование бронежилет Корсар М3С1-4. Закупки осуществлялись только у одной компании. А теперь я вам засчитаю материалы дела для того, чтобы вот этих вот сбить немножко спесь вот с этих вот клоунов, которые постоянно вам каждый день рассказывают генерал Марченко. Генерал Марченко, посмотрите, завтра они придут за тобой. Будешь воровать, придут, я надеюсь. Итак, из материала в ходатайство следует, что Марченко находился в должности начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения. Согласно выдвинутых подозрений, Марченко, Комарянский, Почторенко, Соковецк, Капинус, достоверно зная, что все бронежилеты Корсар М3С1-4 в маскировочном рисунке ММ-14 с комплектом итогов, поставленные в МОУ по договору такого-то, такого-то, не соответствуют качеству и тем показателям, которые должны были быть. Выявлено, что бронежилеты не соответствуют требованиям технических условий, имеют необработанные пластины, которые не соответствуют техническим условиям. О данном факте в тот же день в установленном порядке было сообщено начальнику главного управления развития и сопровождения материального обеспечения вооруженных сил Украины Марченко, начальнику управления контроля качества и дальше, и дальше, и дальше. Однако Марченко, Комарянский, Почторенко, будучи в соответствии с требованием положения, занимая свои должности, дают указания подчиненным работникам и, пользуясь своими полномочиями, производят меры, просто автоматический перевод к максимально быстрому принятию и подписанию актов приема, приемочного контроля этих товаров. То есть тут не скажешь, что оно там сбоку где-то закупалось, а наш боевой генерал Киборг Марченко, да слава ему, да слава ему, ничего не знал. Он знал, он знал, потому что ему об этом сообщили, и это следует с материалов прослушки, потому что их прослушивали, и Марченко есть на этих записях. 23.04.19 Марченко в своем служебном комбинете, который находится по адресу такому-то, проводит совещание с участием начальника управления контроля качества главного управления развития сопровождения материального. При этом, предварительно договорившись между собой о том, что в случае отрицательного результата, то есть подтверждения информации о том, что при намокании бронежилета Корсар в маскировочном рисунке таком-то, порастреливались, об этом не ставить в известность общество. Кроме того, они вместе придумывают отговорки, которые должны говорить на пресс-конференции перед журналистами 24.04.19 года. Что произошло с этими бронежилетами Корсар? В чем там фишка? Фишка в том, что в сухом виде, бах-бах, все нормально. Стоит 5 минут намокнуть этим бронежилетом, а их можно гвоздем пробить, условно говоря. И они об этом отлично знали. С целью реализации согласованного плана Марченко совместно с Соковцом договариваются с начальником испытательной лаборатории, о чем обсуждают, каким образом указанные бронежилеты лишить идентификационных признаков, чтобы нельзя было определить, что это бронежилет Корсар М3С-14 и их производитель Темп-3000. Они просто делают все для того, чтобы эти бронежилеты нельзя было отличить от нормальных бронежилетов. Они делают так, чтобы обезличить их. Это неприступный замысел, нет? Итак, намокая на дожде, то, что я вам рассказывал, короче, бронежилеты производства Темп-3000 не соответствуют своим заявленным баллистическим свойствам. Об данном факте в тот же день около 10 сообщают начальнику Главного управления развития сопровождения Марченко. Он отлично об этом знал. Однако Марченко, Комарянский, Почторенко, Соковецкая, тра-та-та закупают очередную партию в 7000 штук. Что там про боевого генерала вы там слышали, да, в новостях? То есть он и закупает, и контролирует качество. Это все, это коррупция на ровном месте. И, конечно же, привлекло внимание правоохранителей, давным-давно должно было привлечь внимание правоохранителей, удивительная просто везучесть этой фирмы Темп-3000, которые на протяжении многих лет поставляли данные бронежилеты, выигрывая постоянно тендеры. Что тебе никто с конкурентом не штукает в спину, то ты робишь так, как робишь. Не намагаешься стать найкращим с точки зороякости, потому что ты не борешься за споживача. Фишка в чем? У этого Темп-3000 конкурентов не было в поставках бронежилета. Таким образом, а им не надо было заморачиваться о том, чтобы были непромокаемые эти пластины, да. А зачем? Все равно закупят. Слепил вперед. Испытание не прошло до лампочки. Не твой же сын погибнет, правильно? Чужой? Відповідальність за закупівлі створили монополіста. А монополія – це завжди зловживання. Вся документація конкурсовных торгів в последние годы, вона чиновниками Министерства обороны прописывалася саме під фирму Темп-3000. А как же так получалось, что вся тендерная документація прописывается только под одну кампанию Темп-3000? Случайность? Сподіваюся, що правоохоронні органі не обмежуються одним полковником Марченко і обов'язково з'ясують роль всьому цьому і інших фігурантів. А вот здесь вам і розгадка. Почему Порошенко так пригорає? Потому що одним Марченко, його до сих пор по старинці називають полковником, він вже генерал, да? Почему їм не ограничатся? Потому що є інші гасконці. І це люди теж із окруження Порошенка. В частності Бирюков. В тому числі зумновідомий піарник Юрий Бирюков і тільки найбільш активних там представників Министерства оборони. Це в следующий раз, коли вам почнут розповідати там о том, що, о том, що там боєвій генерал, да це просто вони борються з героями нашими. І вот послушайте, як герої розговаривають. Це те технологи. Що ви там нарешали? Работи? А в одному попередньому вже знає, що, скільки у них там таких бракованних. Я так понимаю, що там все, які догадувалися. А скільки у них там бракованних? Це все герої, кстати, розговаривають. Не знаю, скільки там із них киборгов? Два чоловіка точно хвати, щоб провести сусильний контроль. Да ніхто не буде проводити сусильний контроль. Ну пластили эти, грубо говоря, кто-то буде смотреть. Они выборочно проверяют. І ніхто їх на етапі приємки не буде. Да ніхто нічого смотреть не буде. Ну, вообще, конечно, що говорять про бронежилет і жопа. Кустарна робота. І вони закупали їх і відправляли туда, солдатам на фронт. А потім, от вони, потім, розмазывають кулаками своїми сопли по лицу і розказывають, там погибли, там. А із-за кого? Ана що говорить? Она говорить, що це жопа, це густарна робота. С закрытыми глазами приємщики будуть считать. А потім, з закрытыми глазами будем считать трупи, правда? Вот так вот, з закрытыми глазами приємщики будуть считать. Раз, два, тисяча, две, семнадцять, восемнадцять. Ну і кількість пробоів, да? Із пяти три? Ну, це не много. Не, ну все равно, друг, там, із пяти буде два пробоя, ну, просто щоб узнали. А щас із пяти три пробоя, да? Щас із пяти три, да. Коли ви бачите герой, коли ви бачите телеканалы Порошенко, коли ви бачите средства массової інформации, филировані з Порошенко, коли ви бачите всевозможних волонтерів, представителей определенных организаций, которые приходят, кричат про Марченко, все. Не дайте себе зазомбировать, потому что дело Марченко, оно ясное, оно абсолютно четкое, это дело Марченко, и оно абсолютно подтвержденное. Просто вот эти вот ребята очень сильно боятся, что потянут за Марченко и вытянут других, и дойдут таки до Порошенко. Именно поэтому Петя расчехлился на девятнадцать миллионов, что фантастика для Пети абсолютная. Именно поэтому Караси так себя ведут с прокурорами. В съемной квартире живе, ты ему пидарас двадцать миллионов хочешь, семьдесят чист, точнейше. Боевому генералу, сука. К слову, в это время СБУ расследуют очень важные тоже угрозы прокурорам со стороны Портнова. Помните, СМСка, где тупой собачий рот. Вот всерьез это все расследуется. Здесь это уже какое нападение на прокуроров, да? Здесь это не расследуется. По одной причине интересно, смотрите, вот это вот, по-моему, прошлогодний день рождения. ДРочка или позапрошлогодний карася со строканем. Строканем это, который является внештатным осведомителем СБУ. И поэтому СБУ прикрывает его перед МВД. И поэтому МВД его не задерживает уже за множество, за множество преступлений. Вы поймите, что за веревочку потянешь, за ниточку потянешь, там веревочка, потом хлоп, а там канат. И на конце каната висит одно толстое тело, которое новая власть все никак не может закрыть. А это мерзкое, мерзкое, зловонное тело продолжает отравлять мою страну. У меня все, друзья. Я просто хотел вам рассказать про героя. Пока.